Я Решетов Владимир Николаевич. По исходной ситуации я был кандидатом в физмат-наук по специальности акустиком. Я проходил базовую практику в Акустическом институте имени академика Инна Андреева, почтовый ящик. 15, по-моему, 35, если не ошибаюсь. Затем долго работал в разных местах. Но сегодня я преподаватель, не я у МИФИ, профессор, а заодно физтехом, который я и закончил много лет назад. И мое место, где я занимаюсь наукой, это ФГБНУ-ТИСНУМ, то есть технологический институт сверхтвердых углеродных материалов. Соответственно, докторская диссертация у меня была связана уже с конденсированным состоянием, с приборостроением. То есть большую часть своей жизни я посвятил разработке приборов для научных исследований. Ну, вообще, если быть честным, то последние годы я, после защиты диссертации, я снова преподаю. То есть как-то произошло такое психологическое изменение. Я вот достиг определенного, скажем так, убежа научного, зафиксировал свой статус. И вот психологически я понял, что теперь мне нужно учить других тому, что я сам знаю. Это такой шуточный ответ. То есть я вот себя осознал как учитель. До того я просто был коллега, друг и так далее. Сегодня я себя осознал как учитель, профессор все-таки, как-никак. Реально, вот область моих интересов в последние годы связана с двумя вещами. Во-первых, это измерение с помощью лазеров, то есть те или иные способы диагностика плазмы, перемещения, микроперемещения, драфферметрические методы, так сказать, а всякие прочие вещи. Это контроль состояния вещества с помощью зондирующего лазерного излучения тем или иным способом. И второе направление это приборы для сканирующей зондовой микроскопии и измерения твердости методом инструментального индентирования. Есть такой способ измерения твердости, когда вы вдавливаете алмазный наконечник, смотрите, как он вдавливается, контролируете силу перемещения, потом говорите, о, данный материал твердый, модульунга у него такой-то. И такие приборы были придуманы не так давно. В конце прошлого века. И вот сегодня они активно производятся во всем мире, в том числе и в России. И вот я, можно сказать, занимаюсь вполне себе инженерной деятельностью. Я занимаюсь разработкой приборов и методик измерения твердости, фороховатости, неровности, физических свойств, электропроводности материалов. То есть такое приборостроение научное. Когда-то давно, когда я уже был большой и приезжал на вечер встреч в школу, в которой я учился, когда был маленьким, я решил своих учителей поблагодарить за то, что они меня привели к такой хорошей жизни, что я поступил на физик, занимаюсь наукой и так далее, и так далее. Я, можно сказать, с трибуны школьной взял и сказал учителям, что я очень благодарен им за то, что они не мешали мне заниматься физикой и математикой. Они скромно промолчали и поняли, что я имею в виду, что я мог спокойно сидеть в химической, физической лаборатории. Я имел полный доступ к школьному оборудованию. Мне, можно сказать, подарили телескоп, который наблюдал звезды. То есть школьные учителя меня любили, скажем так, по-русски говоря. Но, видимо, не так много было ребят, которые защищали честь города по трем олимпиадам. То есть были годы, когда я из города Рославля, я сам из города Рославля родом, я в область, ну и в центр Смоленск выезжал по химии, математике и физике. То есть я был один такой хороший в городе, знающий все три предмета, и я оставил честь города по трем предметам. Когда я стал постарше, дорос до уровня всероссийских олимпиад, а потом и всесоюзных, и международных, я выбрал один предмет – физика. Но все равно я был выпускник своей родной школы, своих учителей и так далее. Поэтому в детстве я был тот человек, которого в свое время учитель математики заметил и поощрил мои занятия математикой, физикой, всем остальным. Вот такой изобретатель. Да, я делал поджиги, я делал рогатки, я делал стрелы. Вот у меня не хватает пальцев на руке, это вот следы моих занятий химии и пиротехнической. Полончик этот атосифон, начиненный порохом, взорвался на перемене большой в школе и так далее. То есть я шалил. Я был тем мальчиком, который баловался, и которому было интересно баловаться, не просто гоняя собак и котов, а ему было интересно баловаться с физикой, с химией. Радиолюбителем я был, я паял разные радиосхемы, я ломал встал радиоприемники. То есть я был связан так или иначе с инженерными значениями и с техникой. И вот эти учителя, ну и родители, конечно же, тоже, которые положительно отнеслись к моим увлечениям, они, в общем-то, и привели к тому, что я вот потом попал на физтех, а сегодня вот сижу у вас и рассказываю о том, как в России тяжело заниматься наукой. Ну, вообще, когда я уже учился на физтехе и встречался, скажем так, с коренными москвичами, с традиционными интеллигентами, ездим с ними в колхоз косить сено, мы тогда ездили на картошку и прочие всякие вещи были, я давно учился, учился в Советском Союзе, то мне однажды был задан прямой вопрос, а как так получается, что та, ну, скажем так, идологическая, ну, идологема о том, что у нас есть равные права доступа к высшему образованию, реализуется. То есть там были ребята из Москвы, которые интеллигенты, сейчас же уехали в Израиль, так сказать, и так далее. Они спрашивали, откуда вы взялись из деревни здесь, из физтехи, как вас угораздило приехать на физтех? То есть вот вы не поверите, но вот в те времена были люди, которые не понимали, как человек из глубинки, из деревни, может приехать на физтех, с какого бадуна он, так сказать, решил заниматься физикой и математикой. Поэтому, конечно же, вот то, что вот у меня сложилось в судьбе, кстати, если вы посмотрите историю гораздо более, чем я, известных советских ученых, то выясняется, что очень многие из них отнюдь не из Москвы, я не буду называть фамилии, имена и так далее, а из каких-то неизвестных мест, из тьму Таракани, которые приехали. Вот в этом году я участвовал в собеседовании физтеха, есть такое известное мероприятие, собеседование, где мы беседуем с поступающими студентами, принимаем решение, достойны они быть на физтехе или нет. Хотя у них хороший балл по ЕГЭ, у них все хорошее, но все равно вот лишний контакт со студентом, 15 минут разговора решают очень многое. И вот одним из смыслов вот этого собеседования, я там вместе с другими коллегами участвовал, было то, чтобы найти тех ребят, у которых по каким-то причинам плохой балл по русскому, еще почему-то, но которые мотивированы, которые хотят, которые по ним, понятно, что они будут заниматься физикой, понятно, что они сами этого достигли, учась там в деревне, еще где-то и так далее. И этих ребят, из-за них будет не хватать балла для поступления на физтех бесплатно, выдать им грант. На физтехе есть такая практика, что часть студентов получает оплату за счет даунтлинг фонда физтеха, чтобы они могли учиться, даже если у них балл чуть-чуть ниже. Поэтому на самом-то деле, вот когда вы спрашиваете, как такое случилось, ну я думаю, что оно произошло случайно. Вот как-то так оно случилось, я не знаю почему, но вот так мозги устроены, так сложилась традиция, столько было всего много у папы мастерской, так интересно мне было помогать ему ремонтировать москвич. То есть сложилась жизнь. Был в деревне, у меня радиолюбитель знакомый, как говорится, дядя мой, цикл Анатолий, который дал мне, так сказать, первые радиодетали, с которыми я начал работать. Вот другой дядя, который был в Москве, прислал мне свою посылку с транзисторами, резисторами, конденсаторами, как раз, которые он взял на работе, и прислал мне, чтобы я мог паять что-то такое. То есть реально занимался пиротехникой, радиолюбительством и прочими вещами. Читал книжки, хочу все знать, альманах, слушал Петра Алиныча Капицу с его передачей о том, что, так сказать, хочу все знать. Ну вот эта область мне была интересна, понимаете, вот я учился отбивать косу, я, так сказать, что-то еще делал. То есть всякие технические вещи мне были интересны, и все, кто меня окружали, поддерживали в этом. То есть я не только гонял гусей, приезжая в деревню, в пасы, индюков, но мне еще давали возможность, вот то, что называется, покрутить антенну, посмотреть, как оно происходит. Со мной разговаривали и демонстрировали. Я понимал, зачем счетчик повесили криво, чтобы он не крутился. Это стандартная технология, воровство электричества в десельской местности. Снимали с ключочка, и он весел на проводах. То есть мне эти все вещи были любопытны, интересны, и меня никто с этого не гонял, а поощряли. Я интересовался молнииотводом, я раскачивался на качелях, я их сам строил. То есть все, кто меня окружали, в том числе и мои родители, они относились к этому всему вполне положительно. И даже когда мне оторвало пальцы, и было обнаружено большие запасы пороха и прочих взрывочных веществ дома, они, в общем-то, меня особо не ругали. Ну, потому что вот, ну да, вот так случилось и случилось. То есть я не получил ремня, ну, в принципе, я его и так получил, поскольку я пролежал долго в больнице и так далее. То есть фактически наказания не было. Ну, они, так сказать, как бы там посидели конкретно, как говорил мам, потом узнав, что было, и что могло случиться, если бы не случилось такое маленькое. То есть в данном случае родители, скажем так, попустительствовали моему увлечению физикой и математикой. Я сказал, что я поблагодарил учителей за то, что они не мешали мне заниматься физикой и математикой. Когда я об этом рассказал своим коллегам по комнате, где я жил на физтехе, они сказали, ну, ты парень даешь, ты их обидел, ты их сказал, что они ничего не могли тебя научить, поэтому просто не мешали. Конечно, я этого не имел в виду, я, конечно, я имел в виду другое, но, скорее всего, тот Олег Ерошин, который это сказал, мой однокурсник, он был прав. Действительно, в этих словах наверняка было некоторые обидные слова тем учителям, которые на самом-то деле понятны, что мне помогали, не создавали такую среду, при которой я мог заниматься чем хочу. И мне казалось, что я это делаю сам. Вы спрашиваете меня сейчас про университет. Давайте еще немножко вернемся к школе. Дело в том, что дорога на физтех была не очень простой. Как вы понимаете, мальчик, который занимается тем, чем ему интересно, навряд ли имеет пятерки по всем предметам. Ну, так, маловероятно. И вот одним из пунктов, который был с первых классов, и все годы меня пристрелил, это тройка по русскому. Мы к этой теме еще потом вернемся. То есть формально у меня в аттестате от среднего образования стоит 4, только потому, что я не сдавал экзаменов ни за 8 класс, ни за 10. За 8 не сдавал потому, что попал в больницу, а за 10 не сдавал потому, что уехал на международную олимпиаду по физике. Так вот, когда моя мама переживала о том, что как ты такой умный мальчик и так далее, как же ты поступишь на физтех, я учился в заученной физтехнической школе физтеха. То есть траектория на физтех, она была достаточно четко прорисована. Я маме отвечал, в 8 классе, обратите внимание, мам, я поеду на международную олимпиаду, и меня примут без экзаменов. То есть вопрос о мотивации построения и о траектории движения, она была предельно простая. Я знаю физику, мне этого достаточно. Кстати, сегодня такая траектория тоже работает. Все эти олимпиады, все эти БВИшники, приступительные испытания, приемы и так далее. То есть эта технология стала массовой. Тогда таких людей на всю страну было 2 десятка. 5 человек по химии, 5 по математике, 5 по физике. Это те, кто поехал на международную олимпиаду. Сегодня таких людей, ну скажем так, несколько сотен, а то и тысяч. И физтех, и высшая школа экономики, и МГУ, и МИФИ, все используют технологию забрать к себе хороших ребят, минуя систему ЕГЭ, тройку по-русскому и все такое прочее. Поэтому я поступил на физтех без экзаменов. Я мог выбирать любой вуз, мог пойти в МГУ, мог пойти на МИХМАТ и так далее. Но, прежде чем попасть на физтех, я еще попал в ЕЖИ. Есть такая школа имени Калмогорова, сейчас называется СУМС, тогда была в ФМШАНу имя 18. И вот на Всероссийской олимпиаде 9 класса, которая была в городе Токмак, ко мне подошел преподаватель из этой школы и говорит, а хочешь, уж и все сроки были пройдены, все экзамены сданы, хочешь, говорит, поехать в СУМС? Я говорю, конечно, хочу. И поэтому реально, 10 класс, я уже учился не в Рославле, я учился уже в СУМС. То есть тогда это было в ФМШАНу 18 имя Калмогорова. И это, конечно же, снова, я могу повторить те же самые слова, преподаватели, которые были там, и Крюков по физике, и по математике, и по физике Зильберман, и, так сказать, сейчас вспомню фамилию, тот, который математику меня, так сказать, обучал, вспомню, ну, они умерли почти все уже, да. Вот, они, естественно, обратили на меня внимание. То есть понятно, что мы там все были орлы, мы все были первые парни на деревне, приехавшие в школу-интернат имени Калмогорова. Но, тем не менее, я вот помню, что внимание было огромное. Вообще эта школа знаменита тем, что она очень внимательна, то есть, и к ученикам. Поэтому я имел доступ и к лаборатории, и к физике, и к математике, и помогал, и участвовал, и работал. То есть они помогли мне, то называется, подготовиться уже к следующему этапу Всесоюзной Олимпиаде по физике, которая была уже в 10 классе, после которой я вышел победителем, я был победителем Российской Всесоюзной Олимпиады, и поехал на Международную, и там получилось серебро в городе Кораллово. Поэтому моя траектория на физтех, она была достаточно, то, что называется, прописана. То есть она была довольно-таки гарантирована. И учиться на физтехе мне было легко, но не потому, что я в Сунце все выучил, а потому что, возможно, вы об этом и так знаете, но на всеми в Народной Олимпиаде, и тогда, и сегодня, команду готовят. И вот мы, почему мы не сдавали экзамены в школе? Нас всех сняли со школьных занятий, отправили в Черноголовку, в их физмат-школу, где жили химики, физики и математики, и с нами два месяца, всего два месяца, занимались лучшие преподаватели физтеха, МГУ и других вузов. И вот эти два месяца подготовки на Международную Олимпиаду, они решают все. То есть для меня физика, общая физика, и математика, и математический анализ, которые были на физтехе, уже были, как говорится, вот, ну, то есть были простой темой. Я был сёкой, я легко понимаю, я кончил с красным дипломом физтехе и так далее. Поэтому вот этот вот факт, что я стартовал в школе, был олимпиадником, то есть, ну, быстро соображал, умел понимать, значит, что они занимались люди, хорошие люди занимались, готовили меня, оно позволило мне очень легко учиться на физтехе. То есть для меня самыми трудными предметами были, как ни странно, гуманитарные составляющие, которые сегодня называются, то есть история КПСС, политэкономия, научный коммунизм и так далее. Вот из-за научного коммунизма я чуть не пролетел мимо аспирантуры, потому что в те годы нужно было получить все пятерки, чтобы поступить в аспирантуры. А мне комиссия решила поставить четыре по научному коммунизму на физтехе, вот как я учился на физтехе. Но вы же понимаете, уже старший курс, Решта, Владимир, Володя, он уже вписан в структуру института. Поэтому я дружу с кафедрой высшей математики, так сказать, с физикой. То есть я вхож, как говорится, в круги, так сказать, ну свой человек в комитете комсомола и так далее. Поэтому, грубо говоря, получив четыре по научному коммунизму, на завтра меня вызвали в соответствующую кафедру, так сказать, научного коммунизма, и сказали преподавателю, что, наверное, все-таки он хорошо отвечал, можно ему пять поставить. Я не стал возражать, мне поставили пять. И я получил красный диплом, поступил в аспирантуру физтеха. То есть это было действительно такое, как сейчас говорят, нетворкинг, то есть узнавшие о том, что я получил четыре по научному коммунизму, по предмету, не имеющего никакого отношения к развитию науки, становлению образования, всего чего остального, они смогли эту ситуацию просто исправить. Поэтому я хорошо учился на физтехе. Мне было там легко и весело. Я когда сказал, что попадание на физтех было исторически предопределено, я учился в заучной школе физтех, в СФТШ, слухал капицу, потом олимпиаду и так далее, то надо понимать, что на самом-то деле мне везло. Еще раз повторяю, просто честно могу сказать, что я везущий человек, вот как это, ну сейчас я могу, я уже почти, вот у меня уже внуки есть, то, что называется, поэтому, в общем-то, как бы уже будем скоро правнуков ждать и так далее. Поэтому вот выбор специальности, он происходил без моего участия, как это неудивительно. То есть всегда были обстоятельства, которые это делали. Я уже упоминал, что на физтехе есть собеседование. И я на нем был, хотя мы вернулись с Олимпиады, мы уже все было хорошо, но тем не менее мы попали на собеседование, потому что все экзамены вступительные пошли на собеседование, мы попали. Ну те, кто поступал на физтех, там было целых три человека с Олимпиады, которые были на физтехе, их четыре, прошу прощения. Почти вся команда пришла на физтехе, только один ушел на физфак. Так вот, на этом собеседовании каким-то причинам я приглянулся заведующему кафедрой физики гидрокосмоса, такое красивое название физика гидрокосмоса. И меня взяли в акустический институт, ну там же эти аналогики институты и так далее. То есть меня просто взяли в группу, которая занимается гидроакустикой. Но чем-то я понравился этому человеку. Мне было, собственно, совершенно все равно, первые три года это ни на что не влияет, но когда я пришел на эту кафедру физики гидрокосмоса, туда, кстати, многие хотели попасть, потому что это экспедиции, это поездки на пароходах, на кораблях, это весь мир и так далее, то есть такая романтика определенная. Ну, у меня даже дядя есть, который был китобоем, то есть в семье были как бы такие. Но я сразу обозначил тему, что я не хочу плавать по морям и океанам, я хочу заниматься лабораторной наукой. И мне сказали, нет проблем, у нас есть тема жидкие кристаллы. Вот Капустин, Капустина Ольга Александровна занималась и так далее. Давай, не хочешь плавать? Да не надо, то есть силы не погонят на подводную лодку. У нас есть проблема разработки нового типа сенсоров, нового типа датчиков. И вот моя первая диссертация по специальности акустика была связана именно с разработкой датчиков на жидких кристаллах. То есть фактически те годы, которые я работал на физтехе, потом в аспирантуре, мы, скажем так, с научной точки зрения закрыли тему того, можно ли на основании жидких кристаллов сделать оптические датчики для гидроакустики, для сейсмики, для чего-то и так далее. То есть мы их сделали, то, что называется, выполнили успешно все нервы, которые были заказаны, даже поучаствовали в окреде или даже гидроакустическую антенну низкочастотную. Но итогом работы, так часто бывает в жизни, что не только положительные, но и отрицательные результаты ценятся. Мы констатировали, что данный тип первичного преобразователя под названием жидкий кристалл плохо подходит для построения высоконадежных, стабильных гидроакутических систем. То есть можно почувствовать, можно измерить, но сделать стабильную, хорошую систему, которую лодку-супостатая видит всегда и наверняка, нельзя. К тому же в это время подоспели волоконно-оптические датчики, которые конкурировали с жидко-кристаллическими. Они оказались где-то лучше, где-то хуже. Сегодня можно сказать, что мой уход из гидроакутического института, он закрыл данную тематику, не потому что я так много сделал по этой теме, а потому что мы действительно ее исчерпали. То есть в научном плане было понятно, что можно продолжать заниматься этим, можно начать такую диссертацию на этой тематике вокруг датчиков на жидких кристаллах. Но разговаривая со взрослыми людьми, я говорю, что теперь у меня остался долг, который я так и не выполнил, это написать статью в акустический журнал о том, почему не нужно делать гидрофоны, сейсмоприемники на жидких кристаллах. Хотя я этим занимался. То есть я понимаю, почему они плохой материал для того, чтобы делать приемники такого рода сигналов. Поэтому я попал в акин волей Береховских, то есть в отношении Житковского, Береховских заведующих Житковской, а занялся жидкими кристаллами, потому что мне хотелось что-то такое, что можно потрогать руками и не нужно включаться в работу большого коллектива. То есть моя работа всегда зависела от меня. То есть я в каком-то плане достаточно, ну, ученый-одиночка в этом плане, то есть результат, который я достигал, публикации, которые я сделал, были, естественно, в соавторстве, но всегда там была ситуация, при которой я полностью контролирую весь процесс. То есть я был и конструктором, ну, можно сказать, и генеральным конструктором, но это были простые приборы, ну, достаточно простые приборы, в котором я один полностью контролирую все до каждого винтика и всего остального. То есть в этом плане, вот возвращаясь, возможно, к будущему вашему вопросу, я сегодня не могу сказать, что у меня есть школа, как-то не прискорбно, но такое требование не предъявляется сегодня к докторам, поэтому у меня есть много учеников, есть много студентов, которые меня, я надеюсь, вспоминают теплыми словами, но вот сказать, что я кого-то научил всему тому, что я знаю, я не могу. Ну, мне немножко из-за этого грустно, но тем не менее, да, я должен признаться, что вот в силу ряда обстоятельств школу, научной школы я не создал. В сегодняшнем мире довольно часто ученые меняют свою специализацию. Но я сказал о том, что в каком-то смысле меня судьба вела. И кончил я физтех в 83-м году, это была еще советская власть, как и советская власть. Защитил диссертацию, работал и так далее. Но совсем близко были, это физтех я кончил в 83-м, плюс еще 3 года аспиратуры, 86-й год, плюс еще 3 года, 90-е годы. То есть фактически вот то, что мы поняли про жидкие кристаллы, что с их помощью можно сделать, а что нельзя, попало на времена перестройки. И это изменило жизнь большого количества ученых, в том числе российских. Мои многие физтехи, друзья, знакомые уехали, то что называется, из нашей страны. И сейчас работают кто в Лазанне, кто за рубежом, кто в Америке, кто еще где-то. То есть это сильно изменило вот тот контингент. Мы как ни странно встречаемся, вот в этом году здесь эпидемии и прочими вещами почему-то стали встречаться в Зуме. Это оказалось проще, технически доступно. Вот каждое воскресенье выпускники ФАПФА 83-го года собираются в Зуме и обсуждают разные насущные проблемы. То есть начинают с искусственного интеллекта, кончают тем, как бороться с коронавирусом. Разные темы бывают. И многие из них за рубежом, то есть больше половины из них уже за рубежом. Кто в Израиле, кто в Америке, кто во Франции, кто в Англии, кто еще где-то. Я в эти годы тоже оказался в ситуации, когда финансирование гидроакустической тематики было фактически прекращено. То есть акустический институт был, сейчас он вообще исчез, он стал просто там ООО, еще чего-то, там, рога и копыта, производящие что-то такое другое, не относящиеся к подводным лодкам, в общем-то, это был почтовый ящик в свое время. Акустический институт имени Инны Андреева. Вот, а поэтому вопросы финансирования резко упали, появились кооперативы, там, прочая, разного рода деятельность. И опять же, так сложилось, я же не просто так думаю, что меня вело, что я, как и все большинство физтехов, к концу обучения обычно находят себя под руку жизни, то есть женятся, да, не путаю слова, то я женился, как и положено, на москвичке в данном случае, и ее отец, он работал в МИФИ, профессором к тому моменту. И вот в это времена такого тяжелого состояния, когда в Акине непонятно что, в науке непонятно что, МИФИ еще держался на плаву, были вполне приличные зарплаты, была работа, все остальное, высшее образование, он такой более стабильный, но потом уже у него начались проблемы, несколько лет позже. Поэтому мне просто предложили перейти в МИФИ, и я довольно-таки долго совмещал, я был на полную ставку в МИФИ с 91-го года, и на пол ставки в Акустическом институте, то есть я доделывал те дела, которые я не доделал. То есть у меня произошла смена диспозиции, я из ученых перешел в преподавателя, причем довольно-таки сильно, сохранив свои научные все хвосты вне института, то есть вне МИФИ. Вот только в последние годы у меня появились научные направления, которыми я занимаюсь не я у МИФИ, а до того я занимался наукой всегда то в Акустическом институте, то в Тиснуме, который мы вспоминаем и так далее. Поэтому это была вынужденная мера, связанная с трудностями финансового характера и с поддержкой научной деятельности. С научной деятельностью нельзя заниматься, ну не имея финансирования. Финансирование кончилось, пришлось идти преподавать. Ну вот когда я уходил из Акустического института, еще было все более-менее неплохо. Даже кооперативы были, в которых я участвовал, научных, что-то мы там делали, разрабатывали. А дальше стало гораздо хуже. Вот годы ближе к нулевым, так называемым, то есть 95-й, 6-й, 7-й год, даже в МИФИ стало недостаточно зарплаты, чтобы кормить семью. Тогда у меня была семья из трех человек, жена и сын. Дочка родилась гораздо позже. И просто реально стало нечего есть преподавателям. То есть сначала ученые уехали, потом преподаватели стали уходить в бизнес, продажи и все такое прочее. Я, опять же, по счастливому стечению обстоятельств, в том числе благодаря жене, она там, читая разные места, кому нужны высококлассные специалисты, то пыталась меня в компанию по ремонту холодильников, то еще что-то отправить. А тут вдруг оказалось, что есть такой журнал, мобил, стерео и видео, фото и видео, такой некий серый конгломерат журналов, которые нужны были специалисты для тестирования сотовых телефонов. А я по исходному образованию специалист в области радиоэлектронного устройства. У меня в дипломе написано, что я инженер минус-фитик по радиоэлектронным устройствам. Поэтому моя первая приработка, я не покидал, у меня в трудовой книжке сейчас две записи. Одна акустический институт, я больше 10 лет проработал, начиная с третьего курса. Вторая запись, это вот МИФИ. Она с 91-го года по сегодняшний день, мое основное место работы. Но, начиная уже через 5 лет прихода в МИФИ, даже меньше, может быть, через 3-4 года, я стал подрабатывать налево и направо. У меня были годы, когда я от пенсионного фонда получал до 6 официальных бумаг, где за меня платили мне на пенсию. То есть до 6 организаций, в которых я работал. Так вот, я практически занялся журналистикой. И это связано с моей учебой на ФИСТЕХе. Когда я говорил про ФИСТЕХ, я говорил, что не было легко учиться, я вам не сказал об одном важном маленьком секрете. Я с первого же года ФИСТЕХа работал в газете «За наука». Была такая газета «За науку» называется на ФИСТЕХе. И вот я все 9 лет был там корреспондентом, участником. Последние годы был даже зав. отделом науки газеты «За наука». Такое смешное название, даже с утверением у меня есть. То есть я работал в Кавсомольской редакции. То есть я попал в ту социальную среду, которая в те времена много что решала, много что определяла. Как шутят выпускники и участники, мы снимали деканов, беря у них правильное интервью, мы влияли на политику, мы участвовали в процессе формирования нового образа ученого. Ну то есть это была та самая вещь, которая позволяла не только учиться, но и смотреть, что происходит вокруг. Тогда я научился брать интервью, писать тексты и многое-многое другое. И вот этот навык работы с материалом и умение его правильно преподать, преподнести красиво, это было полезно как для преподавательской работы, чтобы лекции твои были интересны и увлекательны для студентов. Так это позволило мне уйти в журналистику. Я же сейчас не только доктор физмат-наук, еще член Союза журналистов Российской Федерации. У меня есть зелененькая книжечка, по которой меня должны пускать бесплатно в зарубежные музеи. Я и пользуюсь тогда, когда боюсь, зарубежом. То есть вот придя в эти три журнала, фото и видео, стерео и видео и мобил, был такой журнал мобил, я фактически вернулся снова в журналистике. Я весь свое время закончил школу журналиста, на физтехию часть. То есть моя общественная профессия, это назывался факультет общественных профессий, позволила мне подключиться к достаточно хлебному месту и включиться в работу в журналистике. То есть я много лет работал фактически научным журналистом. И сейчас тоже продолжаю. Мобил, стерео и видео долго меня кормили, но потом нашлось место, которое еще лучше меня было готово кормить. Это журнал «Вокруг света». Вот это может быть для кого-то неожиданно, что какой-то там профессор, какой-то товарищ из города Рославля, приехавший в Москву, был пять лет зав. отделом науки журнала «Вокруг света». Вот когда он снова возрождался, когда он снова был научно-популярным журналом, это было его такое некое возвращение к нашей жизни пять лет. Вот я пять лет, через меня прошло очень много, соответственно, научно-популярных статей, статей, связанных с арсеналом, с вооружениями, с дорогами, с автомобилями. То есть я отвечал в этом журнале за всю эту тематику. Все на меня туда Леонид Хамрин, который был там главным художником, откуда он меня знает, я даже не помню. По-моему, где-то мы с ним встречались в Мобиле. То есть реально меня везде хорошие люди приглашали на хорошую работу. Понятно, что им в Мобиле и в стерео я получал в разы больше, чем в МИФИ. Поэтому в МИФИ я работал, просто прибежал, отчитал лекции, курс по датчикам, провел занятия по электронике и убежал в журналах «Вокруг света». То есть примерно 5 лет своей жизни я провел фулл-тайм в журнале «Вокруг света», сохраняя при этом работу профессора, ну, тогда я был доцентом, а не я у МИФИ. Поэтому жизнь такая довольно-таки сложная штука, и мне пришлось покрутиться в самых разных вещах. Но сейчас я об этом нисколько не жалею, потому что я получил невероятный опыт и отлично расширил свой кругозор. То есть за деньги издательства «Вокруг света» я получил возможность освоить те области, которые я не выучил на физтехе. Я брал интервью, я обрабатывал материалы, редактировал очень известных ученых, известных людей, с ними познакомился, подружился, поработал и так далее. Поэтому вот такая интересная ситуация. И все же эти годы, вот вы спрашиваете, как я покинул жидкие кристаллы, чем я занялся. С 90-х же годов я занимаюсь сканирующей зондовой микроскопией. Но это был абсолютно бизнес-процесс вначале. То есть мои однокурсники из Черноголовки, Маскалев и Пряткин, решили сделать такой микроскоп. Тогда только появились такие микроскопы. Не было фирм, которые делают атомно-силовые микроскопы. Это просто каждый ученый строил его сам. Нашелся бизнесмен, который был хорошим знакомым, Маскалева, как говорится, компанией НТМ, которая подумала, а почему мне заняться наукоемким бизнесом? И вот первые годы занятий атомно-силовой сканирующей микроскопией мы делали свой оригинальный атомно-силовой микроскоп перед резонансными датчиками и со всеми остальными, очень акустической, кстати, по физике работы. Мы, прошу прощения, работали в мастерской по пошиву чехлов для автомобилей. И вот даже я со своим аспирантом, с Гоголинским Кириллом, как аспирант уже из МИФИ, мы спали, укрывшись этими чехлами. И такая была шутка, что сегодня у нас на ужин будет хлеб с хлебом. Это означало, что у нас будут макароны, будет кабачковая икра и с хлебом все это. Поэтому мы ели хлеб с хлебом со своим аспирантом и спали вот на этих чехлах, укрываясь ним. Потому что ехать далеко, это была работа в Зеленограде, и проще было заночевать там и дальше работать. Поэтому мы выполняли реальный заказ реального бизнесмена, который нашел деньги, чтобы сделать наукоемкий продукт. Мы его сделали. Но ситуация сожилась так, что Маскалев решил уехать в Америку. Гоголинский устроился в ФГБ на Утисну, уже закончил аспирантуру на работу. Получил там квартиру, нашел жену и все как положено. И эти приборы понравились уже не руководителю бизнес-компании, а Владимиру Давидовичу Бланку, который возглавляет институт в ФГБ на Утисну. Ему не нужны были эти приборы для своих задач, потом поясню, как их более точно. И вот фактически 10 лет от этого тема, которая начиналась как бизнес-инновационный проект, она через 10 лет, к 2005 году, осела в Тисну, как прибор, который нужен для исследования алмазовых, прочих сверхтвердых материалов. Других приборов нет. А вот Наноскан позволял их исследовать. У него были алмазные иглы, зонды и так далее. То есть он был нужен тем, кто разрабатывает сверхтвердые материалы. И вот в 2006 году я снова вернулся к занятию наукой фулл-тайм. То есть я ушел из журнала «Вокруг света», там своя отдельно интересная история, потому что вы же понимаете, что ученые меняют тематику, а журналы меняют редакторов. То есть журнал «Вокруг света» решил, что все темы исчерпали, нужен новый редактор, и может новый редактор по-другому преподаст научные темы. Но в итоге сейчас, вы знаете, в журнале «Вокруг света» научных тем стало гораздо меньше, он стал больше этнографическим. То есть просто была как бы закрыта научная тематика. Она существовала 5 лет, скажу нескромно, благодаря мне на высоком уровне, а потом она потихоньку сошла на нет, и сегодня носит такой более эпизодический характер. Там бывают научные статьи, замечательно, я его покупаю и читаю, этот журнал, но она перестала быть доминирующей. Так вот, примерно в те годы, 2006-2007 год, деньги вернулись в науку. То есть наше государство разобралось с перестройкой, поставила свои цели. Как я помню, в 2007 году у нас была знаменитая речь, как говорится, мюнхенская, на которой было сказано, что Россия не умерла, грубо говоря. И, соответственно, я опять основную зарплату получаю, как ни странно, не в МИФИ, а именно в ФГБНУ-ТИСНУ, потому что я занимаюсь приборами для сканирующей зондовой микроскопии. Мы их разрабатывали, я один из авторов, патенты есть, заявки и статьи, в случае которых можно исследовать твердые, и не только твердые материалы, исследовать упрочненные покрытия, керамики, трещины, алмазоподобные покрытия. То есть все, что связано с современными технологиями, машиностроительными, мы исследуем. Мы сделали уже прибор для инструментального индентирования, микротвердомеры, то есть все, что связано вокруг свойств поверхности материала и ее поведения. Так что в этом плане получается, что меня приглашали хорошие люди, в том числе Маскалев меня пригласил, когда занялся сканирующую зону в микроскопии. Сейчас Маскалев занимается совсем другими вещами, но эта тема ко мне прилипла, Гоголинский уже тоже уехал в Горный институт Санкт-Петербург. Но вот я остался тем самым метром, тем самым отцом-основателем, который вот сегодня продолжает обладать. Недавно мы пошутили, ели арбуз по поводу хорошей весны и осени, что мы вообще говоря, ну можно сказать, на теме вокруг наносканирующей зоновой микроскопии истратили около миллиарда государственных денег. Вот за все эти годы мы посчитали общий бюджет технир, окров, все, что мы выполняли, это получается около одного миллиарда рублей. Но не будем говорить про инфляцию, про сроки и так далее, вот в сегодняшнем курсе. Поэтому формально можно сказать, что я миллиардер, но понятно, что это не так, поскольку это был большой коллектив, это были деньги научных из мира, но вот связанные с моей научной тематикой, приборостроение тема, она получила государственную поддержку в размере миллиарда рублей. Насколько мы продали приборов, я не скажу, хотя можно посчитать, там сумма существенно меньше, но там сотни миллионов. То есть на сотни миллионов рублей продано приборов, которые сделаны по тем технологиям, которые были разработаны тогда, когда я перестал заниматься жидкими кристаллами, занял сканирующую зону микроскопии. Ну, поэтому государство заплатило существенно больше, на эти деньги мы и жили, но приборы давали некие дополнительное удовольствие для жизни, так что наука в данном случае оказалась совмещена еще как-то с неким процессом продажи, ну, бизнес, инновационным, как говорят сегодня. Значит, вот именно занятия сканирующей зоной микроскопии и позволили мне вернуться к научной работе в МИФИ, я активно сотрудничал с кафедрой лазерной физики, это Кузнецова Андрей Петрович, и так хорошо освоить тематику лазеров и их применения. Дело в том, что жидкие кристаллы это тоже были приборы, связанные с лазерами и светодиодами, там был акусто-оптический эффект, то есть оптика и акустика связывались между собой. В приборе наноскан есть оптические датчики, которые контролируют силу, с которыми прижимаются. И вот в 10-е годы этого века у нас возникла проблема построить метрологический атомно-силовой сканирующий микроскоп, то есть сделать прибор, который сопряжен с трехкоординатным лазерным интерферометром, и он позволяет не просто измерять какую-то там поверхность, каких-то координат, а таким образом, при разработке измерительного атомно-силового микроскопа я познакомился более близко с людьми, которые используют лазеры в самых разных областях современного научного прибора строения. Мы сделали три таких прибора, они вошли в состав государственных эталонов, присутствуют и в Менделеево, и в Москве, и так далее. И это мне позволило вернуться к научной деятельности, связанной с применением лазеров, ну, то, что называется, в современных научных исследованиях. Вы спрашиваете, где сегодня используются лазеры наиболее интенсивно, как научный инструмент. Давайте уточним задачу, не как прибор инженерного значения, но как научный инструмент. Лазеры сегодня больше всего используются при измерениях. Это может быть измерение времени, измерение расстояния, измерение плотности, измерение скорости, измерение химического состава, измерение, как говорится, размера частиц, и прочие-прочие вещи. То есть в наушных целях лазеры используются для измерения. Это одно большое направление. Можно мерить все, что угодно. Даже ту же самую акустику. Гидроакустические сигналы, микрофоны есть с лазерами встроенные, гидрофоны и многое-многое другое. Второе применение лазеров, но это не научное применение, это техническое, это, конечно, волоконно-оптические линии связи. Мы про него говорить не будем. И третье, очень важное сегодня применение, это технологическое. То есть лазеры используются для обработки металлов, для резки, для сварки, для наплавки, для упрочнения, для формирования структуры. И вот особая область применения, сейчас, если она мне будет близка ближайшие годы, я почти уверен в этом, это создание экстремальных состояний. Есть сегодня много программ, которые умеют численно решать всякие дифференциальные уравнения. Не буду называть их системой, то есть рассчитывать задачи, которые не решаются аналитически. Но в любой программе компьютера необходимо уравнение состояния вещества. Нужно знать, как давление зависит от плотности и температуры. И вот сегодня лазерные установки того самого мегаджоулевого, килоджоулевого класса, которые создаются во всем мире, они позволяют с помощью лазерного излучения нагреть, сжать вещество, пустить в него ударную волну, создать те условия, которые нельзя сымитировать, даже взрывая любую взрывчатку. То есть лазеры сегодня стали инструментом исследования свойств вещества при экстремальных температурах, давлениях, ну и прочих факторах. Это очень важная составляющая, поскольку она имеет технологическое назначение. Она позволяет нам понять, как устроен мир, и одновременно позволяет создавать новые материалы, которых нет в природе, которые нам нужны с уникальными свойствами. Ну вот, когда мы говорим про лазер, и мы этим плом называем очень широкий спектр приборов, надо понимать, что если сказано слово лазер, то это всегда стимулированное излучение, как говорится, и так, когерентность, и все такое прочее. И различие между разными лазерами, маленьким, который в указке, и тем, который зажигает революционную реакцию, как правило, только в мощности. И больше ни в чем. В лазерной указке это у вас будут милливатты, а там у вас будут петаватты. То есть мощность, которая отличается у лазера, который зажигает и который светит, будет отличаться на 20 порядков. Это такой уровень мощности. Соответственно, напряженность поля будет на 10 порядков меняться, и много-многое другое. И то, и другое, это когерентное излучение. Просто здесь у вас летит один фотон за одну пикосекунду, а здесь у вас за одну пикосекунду прилетает, как говорится, миллиард фотонов. И они летят все вместе, хором, и, как говорится, бьют по поверхности так, что там возникают давления, такие как в центре Солнца, испаряют вещество, нагревают до миллионов градусов. То есть вопрос количества. И вот у фотонов нельзя было бы так просто, они бозоны, кстати, на всякий случай, они могут находиться в одном месте, в отличие от лептонов, от электронов. То есть мы ничем, никаким материальным носителем не можем заставить в одну точку собраться миллиард протонов. Это невозможно, они, так сказать, не помещаются в одно место. А вот миллиард фотонов, даже триллион, даже 10-20 фотонов можно собрать в одно место в фокусе лазерной установки. Это уникальная особенность. И вот когда там собирается в одном месте, еще раз повторяю, 10 в 40-й степени фотонов, и они все туда прилетают в данную конкретную наносекунду, там начинают твориться чудеса. То есть это вот как бы особенность лазерного излучения. А так и указка, и тот, и там. И там, и там используются полупроводники для накачки. И там, и там стоят лампы. Активная среда, инверсия населенности, направление распространения, когерентность излучения, много-много другое. В этом плане более сильно отличаются лазеры, которые используются в эталонах частоты и времени. Вот там особые лазеры. Со своей системой стабилизации, со своими режимами работы, которые непрерывно светят, которые должны выдавать ту самую синусоиду, которая у них выдается на интервале, как говорится, секунды, и не терять фазу. Они по-другому устроены. Они стабилизируются по парам йода, по переходам разным и так далее. Особенный класс лазеров и те, которые создают ловушки. Вот сегодня же мы умеем работать с отдельными атомами. Я об этом совсем не говорил. Но именно лазеры создают такие электромагнитные инфляционные картинки, в которых можно работать с отдельными атомами. То есть мы можем в ту ямочку, которая образовала стоячая электромагнитная волна, положить атом. Можем его охладить лазерным излучением. Можем подбросить его, как в атомном фонтане, цезиум. Когда атомы подбрасываются, летят через резонаторы, мы измеряем частоту его взаимодействия, измеряем частоты. То есть лазеры, как говорится, всегда лазеры. Это всегда некое когерентное излучение. Но мощность, свойства, поведение, управление им – это совершенно разные вещи. И вот уникальность, еще раз повторяю, лазера – это то, что это сигнал определенной частоты. Это очень монохроматический свет. Вообще, когда говорят про мощность, то есть устойчивое выражение, типа мощность лазера в 10-15 ватт – это больше, чем мощность всех электростанций Земли. И такой лазер стоит у меня на столе в лаборатории, то есть в МИФИ, например. Ну, не у меня там у соседа. Дело в том, что лазерные системы, вот одна из особенностей, почему так они их полюбили ученые, они позволяют ту энергию, которую он излучает, там джоуль, 2-3 кило джоуль, собрать на интервале фемтосекунды. То есть можно разными ухищрениями, ничего не будет говорить, как они устроены, заставить все эти ваты сконцентрироваться не только по частоте, но и по пространству, в очень маленькой области, размером несколько микрон, десятков сотен микрон. Это создает уникальную ситуацию. Но эта мощность неинтересная. Она, конечно, хороша при корректировке, как говорится, хрусталика. Она важна для сжигания термолитерной реакции, там огромные мощности. Но для того, чтобы производить эффект, нужна непрерывная мощность. И вот сегодня рекордсменами являются волоконные оптические тербиевые лазеры, которые делают пиджефотоник, когда у вас некое количество шкафов, конкретное одно волокно, из этого волокна, волокна, кусочка стекла, у которого площадь диаметром 100 микрон, выходит 100 киловатт световой мощности. Вы можете ее отправить на оптику, на систему, резать, плавить, еще что угодно. Ее нельзя отправить далеко. Нельзя эти 100 киловатт отправить на самолет. Но вот сегодня нам предлагают отправить их под воду, и там добывать газогидратные месторождения. То есть это самая большая мощность, рекордная, это 100 киловатт постоянной мощности. Это промышленные изделия, используемые для, так сказать, резки, разделки, чего угодно. То есть такими лазерами можно резать подводные лодки, то, что называется. Так вот просто вжиг и разрезали. То есть да, вот 100 киловатт. Много это или мало, считайте сами. Но это все в свете. На всякий случай, для понимания, световой поток от Солнца, он тоже очень большой. И на квадратный метр падает, ну на сантиметр падает 2 ватта, соответственно умножаем на 10 четвертый, падает несколько киловатт. То есть солнечные батареи, имеющие 10 киловатт световой мощности, падают на квадратный метр. Так вот здесь в лазерный луч толщиной 100 микрон собирается тот свет, который падает на площадку 10 на 10 метров солнечную. Формально это не так много. У меня на крышу падает больше света на даче, да. Но это же загнано в тонкое волокно. Это можно сфокусировать в область фокусировки размером 100 микрон. И вот когда этот свет с площади 10 квадратных метров, ну солнечный имеется в виду, собирается в одну точку, там творятся чудеса. Причем еще это монохроматическое излучение, там нет ограничений по нагреву, по температуре. То есть 6000 градусов, которые на Солнце, не ограничивают температуру области, куда попадает данное излучение. Поэтому в параметрах 100 киловатт в непрерывном режиме это некая предельная величина. Но этого мало. Военные хотят больше. Когда мы работаем с термогидным синтезом и лазерным инерционным, то длительность импульса излучения измеряется наносекундами, десятки наносекунд. За это время нужно сжать вещество и нагреть. Мощность энергии, которая там выделяется, мы уже сказали, что это мегаджоули. 6 порядков, 9 порядков, получаем 15 порядков. То есть мощность такой лазерной установки, когда она выстреливает свои конденсаторы, газоразрядные лампы, энергия, все эти слэмы, накопление энергии. Естественно, что там вверху, чтобы здесь получить 2 мегаджоуля, на входе нужно 100 мегаджоулей запасти в конденсаторах. КПД такой установки не такой большой, как у лазеров, которые волоконно-оптические. Там мощность достигает 10-15 ватт. Это больше, чем мощность всех электростанций Земли. И вот на эту одну, как говорится, несколько сотен десятков наносекунд, действительно энергия всех электростанций Земли концентрируется в одном месте, и там начинается термодиальная реакция. Ну, вообще, лазеры активно стали развиваться, все-таки именно только в 21 веке. То есть до того они так ни шатка, ни валка. Были светодиодики, были индикаторы, были какие-то CD-диски, там потом DVD, позже уже появились, Blu-ray еще позже. Понимаете, сегодня основная работа ведется в области полупроводниковых лазеров. Вот большинство денег, которые тратятся. Дело в том, что сегодня на повестку дня выходит такая отрасль, как радиофотоника. Может быть, вы слышали, может быть, и нет. То есть раньше была электроника, были свет, были там оптические процессоры, а сегодня хотелось соединить в одном устройстве и свет, и фотоны. Для передачи информации это уже произошло. Сегодня даже коммуникация внутри одного компьютера может быть волоконно-оптической, потому что свет проще излучать и принимать. Не обсуждаем, почему лучше, чем по проводам ходят, чем по проводам сигналы ходят по свету. И гигабитные линии связи, и терабиты по одному волокну – это все линии коммуникационные. А мы живем вверх информации, и для нас с вами передача информации – ключевой момент. Сейчас, когда говорят, что 5G решит все проблемы, волокно будет не нужно, но это не совсем так. Оно решит проблему локально в данном городе Москва, но между Москвой и Санкт-Петербургом все равно будет волокно оптическое, лежать, по которому будет обстраняться информация. Поэтому у большинства фирм, которые занимаются разработкой лазеров, сегодня стоит задача создания нового типа лазеров для самых разных применений, в том числе и медицинских, и таких, и волоконно-оптических. То есть сегодня активно ведутся работы в области полупроводниковых лазеров, очень активные, и Нобелевские премии подают, и многое-многое другое. Если вы говорите про фундаментальную науку, то вот эти мега-сайенс-проекты, которые связаны с термоядом, они сегодня, в общем, их три есть в мире, и больше, скорее всего, не будет. Китайцы вроде такой не строят себе особо, ну там есть, но не совсем. Это проекты, которые четко связаны и зацеплены на экстремальное состояние вещества, и там заказчиком очень часто являются военные со всеми вытекающими последствиями. Это серьезная наука, это очень интересные задачи, но они имеют определенную ориентацию. А вот новые установки, которые такой же мега-джоулевого класса строятся, они строятся для создания не наносекундных импульсов, которые в состоянии сжать вещество, а импульсов аттосекундной длительности. Такая вот в Новосибирске будет строиться, в других местах. То есть сейчас весь мир начал строить установки, которые умеют создавать фотоны длиной всего 3-4 периода. То есть когда мы все энергию прячем не только в маленькую пространственную область, но еще и в маленькую по времени область, чтобы создать максимальную напряженность. И там у них на повестке дня стоят мощности 10,20 и 22 ватт на сантиметр квадратный и так далее. Потому что при таких мощностях у нас из вакуума начинает рождаться частица. Есть такое выражение, что мы взорвем вакуум. То есть мы из ничего родим новое, как говорится, вещество. И эта область интересна, потому что она интересна так же, как ускоритель в церне. Это такие фундаментальные исследования, которые связаны с нашим пониманием, какие там нелинейные слога мы в едином уравнении поля, еще нам там бог подбросил и так далее, как в известных физиках шутят. Понимаете, базонки их открыли, хорошо, замечательно. Модель существует, существует. Но мы по-прежнему не все понимаем про то, почему квартии такие, а не сякие. Почему три типа нейтрены, почему они такие странные, как они себя ведут, какая у них масса, как они взаимодействуют. И все эти осцилляции. То есть это фундаментальные вопросы, которые человечество волнует испокон веков. Раньше они были философского характера, сегодня стали в физических лабораториях. Поэтому наибольший интерес вызывают лазерные установки с предельно высокой мощностью. Ну и еще одно направление – это лазеры для метрологии. Это эталоны времени и частоты. Потому что лазерные системы, оптические решетки, гребенки и так далее, они позволяют, например, очень точно проводить спектры звезд. Вот мы сейчас активно ищем внеземную жизнь. А чтобы искать жизнь, то сначала найти планеты, которые летают вокруг звезд. Нужны тонкие спектрометрические исследования, которые по эффекту Доплера определяют, что планета окончается. Для этого необходимы очень четкие маркеры, которые позволяют сравнить качание линий. Как бы нонюс, как в штангенциркуле сделать. Вот там нужны такие лазеры. Поэтому область метрологии и область систем высоко стабильных по частоте, ну и метр и все остальное – это вот тоже область лазерных разработок и технологий. Ну, пока мы не вывели лазерный интерферометр в космос, но очень хотим. Есть такой проект. Вот первые два лазерных интерферометра с длиной по 5 километров, которые построены в Америке, принесли к замечательному результату, к открытию гравитационных волн и к тому, что мы стали заглядывать в глубины Вселенной, никуда не могли. Следующий проект – это вывести лазерный интерферометр в космос. И в качестве двух масс, которые находятся на состоянии всего 4 километра, используют два спутника, которые могут быть разнесены на десятки и сотни тысяч километров. Когда мы перейдем к более длинным гравитационным волнам, мы сможем увидеть первые пика и аттосекунды зарождения нашей Вселенной. Но вы понимаете, что вот интерес к тому, откуда есть пошла наша Вселенная, он с одной стороны абстрактный, с другой стороны, очень большому количеству людей спать не дает по ночам, они думают и страдают. Поэтому да, это тоже будут лазерные системы. Мы лазер выведем в космос, но не для военных целей, а для метрологических. Конечно, выведем, да. Очень скоро. Ну, скоро, на нашей жизни. Ну, вообще, чтобы заниматься наукой, самое главное свойство – это, конечно, не бояться ошибаться. Вот если человек боится ошибиться, у него ничего не получится в науке. Это не совсем любопытство, это другое. Любопытство – это второе свойство. Но вот готовность ошибаться – это важнейшее свойство для ученого. Неважно, приборы ты строишь, еще чего-то, ты должен себе разрешить ошибаться. Формально это детство. Вот мы в детстве имеем право на ошибку. Когда мы становимся взрослыми людьми, когда мы начинаем отвечать за кого-то другого, вот я упомянул, что у меня нет школы, что я не руководитель, я просто профессор, я не занимаю административную должность, не я умею физик, на физтехе не занимаю. Это как раз мое свойство, связанное с тем, что я не готов взять на себя в каком-то плане ответственность, не делать ошибок. Я себе позволяю делать ошибки. Это может быть важнейшее свойство для ученого. Но не только мое, об этом же Эйнштейн говорил, и Больц говорил, и Гансберг, и Айзерберг, и все остальные. Они все допускали ошибки. По ошибку допускать. То есть делать то, что всем кажется сумасшедшим, ненужным, невозможным. То есть не бояться ошибаться, это важнейшее свойство, если хочешь придумать что-то новое. Ну, вообще говоря, то есть надо пробовать. Второе свойство, конечно, любопытство. Но с любопытством сложно, потому что его как бы непонятно, оно у нас либо есть, либо его нет. Вот эта вещь настолько эмоциональная, настолько интуитивная, что кому-то интересно, а кому-то неинтересно. Тут ничего сделать нельзя. А вот научиться себя не бояться ошибаться можно. Куда пойти, чтобы заниматься наукой? Ну, если ранжировать по порядку вузы, то вы уже понимаете, что я на первое место поставлю, естественно, физтех. Я сам его закончил и скажу, что самое хорошее место для занятия наукой – это физтех. Причем оно хорошее по трем причинам. Во-первых, там правильная психологическая обстановка, туда приходят люди, которые хотят заниматься наукой. Второе, физтех максимально из всех российских вузов интегрирован в международную политику, программу и коммуникацию. То есть, приходя на физтех, вы сразу вступаете в область мировой науки. И дорога вам открыта в мировую науку, и наука пришла сюда мировая. То есть, это наше как бы вот лицо, наша витрина раньше Советского Союза, сегодня Россия – это физтех. Я не шучу в данном случае. Из-за рубежа видят физтех. И только потом МГУ и все остальное. Это вот я серьезно вам говорю. Если же вы хотите заниматься наукой, но при этом вы не ставите себе по главу уезд в зарубеже и коммуникацию с зарубежными коллегами, то вторым вузом будет МИФИ, наверное. Я там работаю все-таки. МИФИ тоже имеет большую коллаборацию с зарубежными компаниями. Но если вот говорить честно, то он гораздо больше ориентирован на российского заказчика. Дальше будет Бауманка, как ни странно. Она тоже очень сильно ориентирована на российского заказчика. Это инженерная наука. То есть если вы хотите заниматься разработками в области инженерии, то это вот Бауманск, школа, высшая школа Бауманка и так далее. Я назвал три вуза. При этом понятно, что МГУ стоит где-то в стороне, на горе, там далеко, до ближайшей электричества два часа, непонятно что. Но в МГУ есть все, и поэтому это немножко другая среда. МГУ – это место, где вы можете получить большие социальные связи с людьми непрофильной специальности. У вас там будет большая студенческая тусовка, у вас там будет интересная студенческая жизнь. Но наука там сконцентрирована в узких местах, и вы можете просто в нее не попасть. Она там есть, безусловно есть. Даже в области квантовой криптографии, квантовых компьютеров она там есть. Но она сконцентрирована не везде и не всюду. Основное назначение МГУ – это сделать вас уважаемым человеком. Ну, чтобы вы сами себя уважали, я имею в виду. Фистех-песня, одна из знаменитых, так сказать, тусовок студенческих, начиналась когда-то словами «Мы фистехи, мы университетов не кончали». Поэтому вот эта ситуация противопоставления себя всему остальному миру, она свойственна многим учебным заведениям. Вот формально фистехи всегда были ракетчиками, сейчас они стали летчиками, а мефисты были головастиками. То есть фистехи отвечали за баллистическую ракету, а мефи отвечал за то, что она несет, за ядерный боезаряд. И эти вещи, они остались. Поэтому для России в каком-то плане эти вещи остаются. Есть, конечно, сегодня еще IT-область, есть область интернета, есть область коммуникации, безопасности, но тот же самый Касперский, тот же самый Яндекс, тот же Мейл.ру, они присутствуют на фистехе и в Мефи. То есть так случилось, что в области IT у нас, конечно, есть ИТМО, который активно машет всеми флагами, это больше, чем университет. У них такой слоган, что ИТСМО, мы больше, чем университет. Они тоже активно работают в области IT, бывшие ЛАМО, бывшие оптики и так далее. Но реально и фистех, и Мефи, они подтащили вот это вот еще одно поле боя. Как известно, можно воевать на земле, на воде, под водой, в воздухе, в космосе. А теперь у нас информационное пространство стало тоже полем боя. И как вузы, которые определяют обороноспособность России, я имею в виду Мефи и фистех, они по-прежнему в этом поле остались и присутствуют. Есть, конечно, куча специальных организаций, которые занимаются именно обороноспособностью страны, но вот таких из открытых мест по-прежнему, в общем, Мефи и фистех. Я захватил с собой два кристалла, которые были в составе реальных лазеров. Один тот самый рубин, красненький, из которого был сделан первый лазер. Вот это лабораторная работа, которая делается как студенты. Второй итрый натриевый гранат, лазер, который существенно превышает по удельной мощности рубиновой. Это все импульсные лазеры, лампа накачки, инверсия населенности, из него вылетает лазерный луч. У одного плоской поверхности, у другого сразу сформированы углы брюстера, чтобы была нужная поляризация света. И вот эти вот кристаллические вещества, это важно, что это кристаллы, легированные соответствующими добавками, видите, он цветной, но не всюду. Именно вот в этой такой необычной среде, которую нельзя найти, то, что называется, на развалах, нельзя найти в природе, нужно вырастить в лабораторных условиях, и были созданы первые лазеры. Поэтому лазер искусственный не только по физике, но и по той среде, в которой он возникает. То есть полупроводниковые диоды не валяются на свалках, их нельзя откопать среди вещей. Поэтому это абсолютно искусственное изделие, и оно стало возможным благодаря тому, что мы поняли, как устроен мир. Вот всеми любимая зеленая лазерная указка, которая умеет делать красивые картинки, я не буду светить себя у глаза, но на мне сейчас будут видны следы дифракционной картинки, я вот сейчас обращаю дифракционную решетку. Она смещает в себе две вещи. Во-первых, это обычный инфракрасный лазер, типа того, который используется для молоконных оптических, и кристалл по удвоению частоты. То есть тот зеленый свет, который я вижу, это не то, что излучает тот лазер, который находится в данной указке. Это вторая гармоника. То есть ученые научились превращать одно лазерное излучение в другое. И этого нельзя сделать с белым светом, можно сделать только с лазерным. То есть фотоны летели с одной частотой, а пролетев через данный оптический кристалл с удвоением, нелинейный в данном случае, то есть должны были эффекты сильно вырваны, интенсивность большая, у вас повышается частота, становится вторая гармоника. Этим лазером можно потерять то, что называется, зрение, но нельзя зажечь воздушный шарик или что-то еще другое. Я просто сейчас его расфокусировал, чтобы совсем было, так сказать, грязное пятно и так далее. Но у меня с собой есть другой лазер, который используется сегодня для гравировки и прочих вещей. И он, запитанный от просто пауэрбанка, выдает красивый синий луч. Я не буду направлять его в глаза, поскольку если та указка выдавала мощность меньше вата, то этот выдает 2 вата. Как видите, я его сфокусировал, и я чувствую тепло на своей руке. Но если я поднесу дальше, мне становится жарко. Мне не хочется получать ожог, поэтому я попробую вместо себя поднести сюда карандаш. Когда он попадает в фокус, у нас начинает идти дым. То есть лазерный луч мощностью всего 2 вата, это совсем немножко, это как солнце, которое падает на один квадратный сантиметр. Но карандаши на улице, на солнце не горят. Здесь же я могу расплавить, ну не расплавить, а сжечь графит. У меня сразу начинает гореть краска, у меня все начинает гореть. То есть эти 2 вата, сконцентрированные в области фокусировки, позволяют мне писать и расписываться на карандаше. Я могу его, как называется, полностью сжечь. Ну я не буду сильно дымить, но при этом понятно, что если дерево загорается при температуре 400 градусов, то кончик карандаша графитовый, на который я сейчас направил, он, как ни странно, тоже дымится. То есть даже графит, то есть в данном случае 600 градусов, он нагревается по температуре, он тоже начинает гореть. То есть лазерное излучение в состоянии проводить гравировку и обработку материала. Этот луч хорошо рисует даже на металлах, в области фокусировки. И выхожу из фокуса, все пропадает. То есть вот сейчас, если еще раз обращаю внимание, я, так сказать, разрушал графит. Видны следы разрушения даже на графите. То есть довольно заропрочный материал, он, в общем, держит 1000 градусов. Но сейчас горит опять дерево. Поэтому лазер – это очень большая сила, большая мощность и уникальные возможности. И все это генерируется в простом кристаллике. Синий лазер – это исходное излучение, которое фокусируется с помощью этих вещей. Питается от пауэрбанка. То есть он потребляет, грубо говоря, 6 ватт, а в излучении превращает 3 ватта. Это довольно-таки большой КПД. Ну вот так вот, не попадая в глаза, я могу направить на себя. Мне тепло сейчас. То есть моя борода чувствует излучение этого света. Но в глаза я его направлять не буду, поскольку его мощность существенно превышает ту, которую можно направить в глаз человека. Я ощущаю тепло, как от солнца. Вот сейчас площадь 1 см, как будто я вышел на солнышко и просто греюсь на нем. Но в фокусе, еще раз повторяю, при этом карандаш у нас начинает сразу же гореть. Вот такая мощность сосредоточена в лазерном излучении. Субтитры создавал DimaTorzok